Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы. Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы. 18.2 Депозит фотос, Бадабар Даш Фермер Депозит фотос, Бадабар Москва, 17 июня Рия Новости Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии. К такому выводу пришли финские медики, опубликовавшие результаты своих необычных экспериментов в журнале Nature Medicine С незапамятных времен человек приспосабливался к жизни в среде, богатой микробами. Наши отношения с ними поменялись в результате урбанизации, что могло породить эпидемии астмы и аллергии. Мы проверили, так ли это на самом деле, попытавшись перенести богатую микрофлору сельских домов в городские условия, рассказывает Юха Пеканин, из Университета Хельсинки, Финляндия. Астма – хроническое воспаление органов дыхания, которое выражается в приступах удушья различной силы и продолжительности. Они возникают из-за нарушений в работе клеток иммунной системы, вызывающих воспаление в дыхательных проходах и заставляющих их сужаться. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время от астмы страдают 300 миллионов человек, и каждое десятилетие число больных возрастает в полтора раза. 6 апреля 2018 года, 14-4. Медики рассказали, как защитить ребенка от пищевой аллергии. Так называемая гигиеническая гипотеза, находит сегодня все больше сторонников, и ученые предлагают бороться с астмой и другими формами аллергии, преднамеренно заражая детей паразитическими червями или позволяя им грызть ногти, играть в грязных песочницах и сосать пальцы. Многие родители, как отмечает Пеканин, давно пытаются бороться с астмой, отправляя своих детей на лето на дачу или в деревню к бабушке, где они постоянно контактируют с микробами, грязью и прочими дрессировщиками иммунной системы. Этот простой прием работает достаточно эффективно, как показывают десятки различных наблюдений и проверок, проведенных учеными в последние годы. Пеканин и его коллеги попытались понять, в чем именно заключается оздоровительный эффект от жизни в деревне, наблюдая за состоянием здоровья и средой обитания двух больших групп детей в течение первых шести лет жизни. Половина участников этого проекта жили в типичных городских условиях, а остальные в сельской местности. Еще до рождения детей ученые осмотрели дома, оценили уровень влажности, богатство микрофлоры и взяли на анализ кровь родителей. 28 февраля 2018 года, 22 часа. Медики рассказали, как защитить будущего ребенка от аллергии. Как отмечает иммунолог, пока его команда не выделила отдельные виды микробов, которые связаны с развитием астмы или защитой от нее. Тем не менее, ученые выделили несколько родов бактерий, влияющих на шансы заболеть. К примеру, повышенное число стриптококков в микрофлоре дома способствует развитию астмы, а появление цианобактерий, а также микробов из родов. Сфинобактерия и Альфа-протеобактерия понижает эту вероятность. В ближайшее время ученые планируют более детально изучить различия между деревенской и городской микрофлорой в надежде понять, как можно изменить состав последней для того, чтобы защитить детей от развития астмы.